Добрый вечер! Добрый вечер! Мне очень приятно видеть всех вас. Я вообще-то честно сказать, я не знал, куда я еду, с ней не буду встречаться. Я не знал, что я могу туда гусевскую звезду. Я тут местознавец здесь бывал, но просто, можно сказать, что у меня дружба Николая. Он пригласил, я их поехал. Благо, что в понедельник, то обычно собрание не бывает, а оказывается, у вас есть, и это очень здорово. Поэтому мы давайте начнем нашу встречу знакомства. Меня зовут Виталий Бондаренко. В данный момент я приехал с долета из Флориды. И, значит, живу я там уже где-то 13 лет. А уехал туда из Киева. Поэтому Киев мне хорошо знаком. И я сюда возвращаюсь, на Украину, минимум один, а то два раза в году. Сейчас я уже второй раз здесь. В этом году и мы занимаемся основной организацией. Я извиняюсь, я не могу еще по-украински хорошо говорить. Я постараюсь подучить. Вообще церковь, где я служу сейчас, честно говоря, она собирается в городе где-то 500 человек. Но в основном у нас все идет по-русски, потому что люди, которые выехали, они все в основном с Беларуси, России и в восточных областей Украины. Но есть там семьи пять из западной Украины. Поэтому больше идет все на русском языке. Кроме этого у нас есть в городе прекрасная госинецкая школа, которая работает уже 10 лет. Где учатся студенты с России, Украины, Ирландии, и со всех штатов области. И потом и каждый год они уезжают на миссию в разные страны. по всему миру. Кроме этого у нас есть подысковый спорт работать в период времени. Я это говорю, чтобы вы услышали, и если у вас будут вопросы, вы можете спрашивать, задавать. Надеюсь, что у нас после будет такое вот общение. Дальше я хочу вам предложить несколько вариантов, о чем мы сегодня поговорим. Что вам больше подойдет, понравится, а то мы будем беседовать и общаться. Но вначале я хочу просто вас зажечь юморизацией. Потому что это часть моей жизни. Это то, что я люблю. И я понимаю, это то, что должны делать все, кто сейчас живет на Украине. Вы молодые люди, но послушайте меня. Сейчас, на мой взгляд, где-то 25 лет уже свободы на Украине. 25 лет. Это приблизительно начинается после 1988 года. Интересно заметить, что никто по радио не объявлял, что уже пришла свобода, уже начинаете проповедовать. Некоторые до сих пор боятся. А кое-то пошел и сделал большую работу для тех, кто еще был не спасен. В юморизации не просто хорошо это работу делать, но хорошо ее делать вовремя. И вот эти 10 лет, в 90-х, в 2000-х, это было лучшее время для Украины. И сейчас еще есть специальная возможность, но это было лучшее время. Поэтому я в то время уже был пастырем в церкви. И что для меня интересное, как мы начинали шаги в организационную работу. В 89-м мы почувствовали, что пришло много времени. До этого времени мы собирались по домам. И решили строить молитвный дом. Без всяких документов, без разрешения, так просто. Рискуя. И что интересно было, заметьте, что мы понимали, что могут прийти милиция, и мы согласились между собой, что если придет милиция и спросить, что вы строите, мы скажем, тут у нас свадьба научается, а мы хотим там крышу сделать для молодых. И вот, слушайте, и то, что пришла милиция, когда уже стены стояли, и уже шифры мы укрыли это здание. И они спрашивают, что здесь происходит, что вы здесь строите. Я говорю, понимаете, у нас вот свадьба научается через месяц. И мы решили хоть крышу там сделать, чтобы было хорошо. И вот, ну да, хорошо. И ушли. И так можно сказать по-настоящему. Это был рискованный шаг, но подчаянный смену. Но что интересно заметить, когда это произошло, это событие бракосочетания. На этой свадьбе уже пока есть 15 человек. А послушайте, а потом в течение трех лет не было такого, не было такого воскресенья, чтобы люди не каялись. Три года подряд. И уже через три года нас было около 300 человек. Хорошо делать все во время. Кроме этого, где-то в 90-м году пришли ко мне из администрации и говорят, придите мне расскажите о коме. Когда-то не запрещали. Мы приходили в Дом культуры, они были перепомнены. Был хороший мир. Еще одна деталь, которую я хочу вам рассказать. Мы распространяли Евангелие. Может быть, вы слышали в Мессии идеал. Мы получали эти Евангелие большими траками. И жили в этом городе. Мы 40 тысяч еваней раздавали в год. 40 тысяч еваней. И это наполнило церковь. Значит, за три года мы пошли в все школы. Общеобразовательных только было 15. В некоторых школах было по 4 лет. Они сами приглашались туда. Все учебные заведения, университеты. Воинские тела. Части тюрьмы и милиции. И мы все им дарили Евангелие. Потом, в 1991 году, в виде нашей работы, нас пригласили в распространятую ехать на Евангелие. Мы были в Киевском университете. И даже в Московском университете. И я вам заявил, что неделю целую. Мы в этом университете просто проповедовали листа. В то время еще как бы партия была при власти. И мы входили туда через комитет партии. Но что для меня было интересно. Это в то время считался лучший университет Советского Союза. Как бы сказать. Там 30 тысяч где-то было студентов. И каждый раз, когда мы приходили, начинали деньги. Аудиторию собирались от 500 до 1000 человек. И каждые полтора часа аудитория менялась. Одни уходили, другие заходили. И милиция там вот служба безопасности. Они стояли на дверях пожарники в основном. Чтобы эти залы не были переполнены на службе пожара. И вот приходили эти студенты. И они слушали, мы с ним общались. И нас было человек 15-20. Со всей страны выбрали лучших. И послали туда, на пробовать его. И я помню, как раз мы собрали первый раз. Мы встретились. Смотрим такая аудитория. Как стадион. Около тысячи человек. Мы пришли здесь внизу стоим. Человек 15. И начали им просто говорить. Разбор был очень краткий. Мы говорили так. Мы пришли вам рассказать блогу Христе. Подарить вам евангел. Представить миссию, в котором мы просто эти евангелы получили. Подарили. Спеть для вас и ответить на ваши вопросы. И вот интересно для меня, что мы только сделали вступление. Я сделал несколько объявлений и сказал, что он представляет. Они сразу поднимают руки. О, аудитория получилась. Вот такая любопытная и открытая. Я помню, первый студент поднимает руки и говорит буквально следующее. В моем понимании. Идион – это разрушающий. А что вы здесь собираетесь делать? И все эти 15, которые готовили, потеряли нагречие. И он был прав. Но вопрос был настолько тонкий и неожиданный, что мы были шагированы. И знаете, есть такое место в Писании. Это написано за мной человека. Он повалился и сказал. Это идет вещь, когда он явился при царе с печальным лицом. А он говорит, почему это у тебя печальное лицо? Он не имел право являться с печальным лицом при царе. И не помолился и сказал. И вот я так помолился. И отвечаю ему, говорю, да, идион – это разрушающий. Но разрушающий зло и насаждающий добро. А мы его братья. Они начали хлопать. И снова вопросы. И так вопросы и вопросы. И мы уже через минут 15 поняли, что мы на их уровне не в состоянии общаться. Нас к этому не готовили. Но я здесь закончил серийный круг. Но все равно уровень намного выше. Я говорю, господи, что делать? И смотрите, мы отбивались от вопроса. А потом я паузу поймал. И говорю, студент, а можно вам задать вопрос? А я говорю, да, можно. И я на следующий вопрос. Как вам кажется, почему вот люди старшего возраста в школу не посылают? Почему в школу посылают детей? Они молчали. Может быть, вы знаете. Я послушайте, как им ответил. В школу посылают детей, молодёжь. В основном потому, что обычно старшего человека практически научить нечего уже. Они уже всё знают. Они уже очень умные. Они вроде-то и не против учиться. Но в основном они все хотят учить. Только иногда слушать их некому. Я вчера буквально был в 3000 лет. Там дедушка подошёл в 90 лет. Можно я спрыгну? И попробуй не дали. Мы, и когда я им сказал, я им сказал следующее. Поэтому мы здесь простые христиане. А если вы хотите что-то услышать из себя и получить благословение, то Христос учил, говоря так. Будьте как дети. Уважаемые студенты, подойдите просто по-детски. И вас обильно Бог благословит. Тут же превратились вопросы. И они получали огромное благословение. Уже на третий день эти студенты вместе с нами пели. Вот допустим, мы спели несколько песен, какая понравилась, у них тут же ноты пишут. И они готовы уже подпевать. На третий день они пели. На четвертый день они вместе с нами уволились. В большущей аудитории. Причем мы их подводили к этому очень долго. Просто представлять Богом. Представлять Богом. Мы просто говорили, вы хотите что-нибудь услышать из себя? А хотите? Вам почитать хотелось? Почитайте. Мы готовы повторить это вместе с нами? Да? Мы помним четвертый день. Мы поднимаемся в тысячу человек. И один слух читает. Отче наш, Езжав. Отче наш. Сущий на небесах. Все было просто. Но от души. И мы молились вместе. И когда закончилась неделя. Два бываем студенты. Они не знали. К нам приезжают много молодых людей. В том числе и иностранцев. Как бы в то время допускали. Некоторые ученые, чтобы студенты общались. Но таких людей мы еще не встречали. Они нам все дарили. Кто-нибудь. Кто шаги. Кто книгу. Что-нибудь на память. Но еще было интересно то, что вот эти профессора, которые прослушали нас. Они подходили ко мне на пятый день. И говорят, слушай. Там что-то приходит. И говорят мне. Докажи им, что мы существуем. А ну как? Докажи им, что если руку отрезать, то еще какое-то время такое свечение будет. Это говорит Бог. И как ли свою теорию? А я ему говорю. Это вы им доказываете. Мы проповедуем просто его адрес. А вы им доказываете, что действительно живой Бог. И так как вы поняли, это был далекий уже девяносто первый год. Это было начало. Но жизнь продолжается. И я всех вас призываю сегодня. Нести благовестие другим. Вы прислушайте меня. Вот смотрите. На всех уровнях здесь вот призываю. Идите, проповедуйте. Но идущих очень много. Учитывая колоссальные возможности, которые имеет Украина. Смотрите на апостолов. У них все было наоборот. Их побили, запретили. Помните? Строну на остров захотели проповедовать Иисуса. Они что говорили? Мы не можем молчать. Мы бы не рады, но мы не можем. Не говорить о том, что вы видели. А это уже избыток. Это человеку не надо толкать. Он что-то пережил. Он что-то увидел. И не несет благовестие другим. Эту работу мы продолжаем сейчас. Вот смотрите. Где-то отпал глаза на увеличение скорости по горе. Приехали в этой среде. И после для неверующих управили служение. В Донной культуре пока я взволочил 12-15. Люди просто приняли Христа в сердце. Смотрите. Что для меня было удивительно. Когда мы встретились снова в следующей неделе. И увидели новую толпу, аудиторию людей. Я даже о тех людей хорошо не знал. Я просто не узнавал среди толпы. Чем они отличались от других? Две недели. Люди у Христа. Вы знаете чем? У их лица все сияли от счастья. Глаза сетились. И они шли от дома от дома. Проповедуя Иисуса. И они взорвали это свидание. Люди знают, какие они были дома. И какие они стали. Были невероятно уделены. Две недели. В Христе. А сейчас приходится. Надо просить, чтобы кто-то улыбнулся. Поэтому улыбайтесь. Господь наш живой. Мы должны людям предложить то, чего мир и имеет. Мы должны понять, что христианство, если он не пьет, не курит, не ругается, это неплохо. Но это не все христианство. Если я что-то оставил, но ничему не приобрел, если у меня нечего предложить для неверующего человека, для мира, то, что он не пьет. Еще одна история. Где ведут, где едут. Едем на машине. И идет разговор о Боге. А женщина слушает, слушает о Боге. А потом выходит из машины. И говорит, что если вы же нет, то же будет верить в Бог. Но не так фанатически, как вы. Я говорю, можно на одну секунду задержитесь? Я говорю, у вас есть муж? Как ее зовут? Она сказала. Я говорю, вы можете выполнить эту работу? Когда придете домой, скажите, у вас нет. Я тебя люблю. Вы не так фанатически, как некоторые. Просто люблю. На закрытой дверь говорит, поняла и ушла. Бога можно или любить, или ненаверить. Любить Бога можно и надо всем сердцем. Забудьте, другого человека может забыть только то, что исходит от сердца. У нас в жизни. Только то, что исходит от сердца. И если люди понимают, когда человек уходит от сердца, а когда нет сердца, то тем более, что Бог. Вы помните такую женщину? Далия. Помните эту нибудь? Мне же Коля сказал, что здесь христианские студенты. Вот однажды она сама сказала. Ты говоришь, что ты любишь меня, а сердце твое? Красное. Вот представьте себе, семья. Это серьезно. И вот смотрите. Вот эту историю. Как всего-то нового события. Она хочет уже, как бы сказать, она на стороне врагов. Хочет лишить ее силы. Но не знает тайник. И иногда скажи, что она припадает к нему. А этот самцовый говорит, что если меня свяжут, веревками новыми, я буду без сил. Хорошо. Она, значит, ее усыпила, вяжет. Он проснулся, и все исчезло. Потом она снова ему говорит, слушай, самцовый, давай. Ну скажи, в конце концов. Может, все, сейчас уже все, говорю, как есть. Снова ее вяжет, снова он освобождается. Потом, смотрите, когда он сказал ей, что тайник мои силы в волосах моих, обратите внимание на эту вещь. Она зовет своих филистинлян. И отдает им плату. И говорит, идите вяжите ее. Он не открыл уже все в свое сердце. Посмотрите, все, что говорила Дарина, он делал. Вяжать – вязали. То делать – делали. Но она понимала, что он ее обманывает. И на следующий момент, когда она поняла, что это было именно то, что надо было сказать. И это была трагедия самцовая. Он просто не тому человеку открыл свое сердце. Кому вы открываете свои сердца? Насколько они открыты у вас для Иисуса? Насколько вы влюблены в Него? Вы знаете, что есть христиане, а есть поклонники Иисуса. От поклонников может быть только тот, кто Его любит. А если любит, то подражает. Вот есть поклонники в артистах и в баристах, правда? И вот эти поклонники умирают за них. Подражают им и стили жизни, и одежды, и поведение. Почему? Потому что они любят. Почему христиане себя так ведут? Не потому, что кто-то их так научил. Им это нравится. Они это любят. В местном жизни. Легко жить святую жизнь, когда она тебе нравится. Это не то, что тебе навязали. Ты ее любишь. Например, я люблю кушать чистые посуды. Пить чай с чистой чашки. Это нормально? Я бы всегда смотрю на молоду некоторое, переливаю. И помните, посуды? Для гарантии. Я говорю, это тебе нравится? Да. А как насчет сердце? Поэтому помните, что чисто не там, где убирают, но там, где не ссорят. Чисто там, где чистоту любят. А я ее люблю, потому что Иисус, в который я верил, Он сказал, будьте святы, потому что я развязан. Все. И не надо никакой морали. Если я ее люблю, я ее не поражаю. Мне это нравится. Я это делаю с удовольствием от души. Я вас вдохновляю на эту жизнь. Замомните, что человек, который идет к Богу всем своим сердцем, он находит вечную радость. Необыкновенный мир. И Богу. Человек, который идет в мир с головой, он находит временное удовольствие. Человек, который никуда не идет, он ничего не находит. Поэтому если я говорю, если служить так навеки, если отдаться все цело, так, чтобы пламени в жарке сердце победно горело, зажигать может быть только тот, кто сел горит. Не так важно, кто молитву ведет. Важно, кто зажигает молитву. А горящего человека и волки стороной гонят. Боятся. Как прекрасно быть этим факелом вверх и нести благовестие для других. Поэтому впереди у вас много работы.